Субтитры сделал DimaTorzok Каждому кустику, пещере, болотцу, всем живым существам, которым она подарила жизнь. Какие они славные, правда? Да, очень. У нас хорошие дети. Они станут такими же красивыми, как ты. И такими же умными и храбрыми, как ты. Ой, посмотри, вон тот ужасно смышленый. Да, он далеко пойдет, в нем чувствуется кровь дедушки. Он был самым сильным в нашем роду. Недаром его звали Вук. Давай нашего малыша так назовем. Вук? Это значит, великий охотник. Когда отец шел на охоту, все звери разбегались прочь. Вот и ты, сынок, когда вырастешь и пойдешь на охоту, никто не посмеет стать на твоем пути. Давай procure, flying! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Ой, отвлеки, что ты делаешь! Как тебе не стыдно? Ей же больно. А меня зубастик все время за уши кутает. Погоди, я тебе несчастная, получишь? Хватит баловаться. Я его не трогаю, он первый задирается. Перестань, Вук, и вообще время позднее, сейчас же ложитесь спать. Вук, к тебе это не относится? Да относится. Вечно на самом интересном прерываю, мы так хорошо играли. Не ворчи, ложись. Маленьким давно полагается спать. Видишь, на дворе уже ночь. Мне, пожалуй, пора отправляться. Да поторопись, как только они проснутся, сразу запросят есть. Ничего, я успею. Что принести, гуси или утку? Утку! А я хочу петушка. Тише, глупенькие. Что папа поймает, то и хорошо. Главное, чтобы он вернулся. Почему это главное? Потому что папа идет охотиться, и если... Ладно, тебе еще рано знать. Нет, идет охотиться и что? Охота дело трудное, опасное. Все, закрывай глазки и спи. Будь осторожен, Чак. Я всегда за тебя волнуюсь. Пустяки, я сумею мясо добыть и шкуру сберечь. Я буду беречь папину шкуру. А он поймает нам петуха и гуси и утку. Лиса! Лиса! Осторожно, она здесь! Рыжая лиса на охоту идет! Ты дождешься, черномазый предатель, я твой свисток искалечу. И я тоже искалечу. Мы оба искалечим. Как напугал. Сусунок сопливый. Никакой я не сосунок. Меня зовут Вук, запомни это. А ты зачем здесь? Я иду с тобой. Ты будешь охотиться, а я тебя охранять. Ты? Меня? Этого еще не хватало. А ну марш домой! Защитничек! От земли не видно. Ой, не могу. А ты слезай вниз. Увидишь? Это черный дрозд. Птица такая. Он не лазит, а летает. И, к сожалению, очень пристра. Совершенно верно, уважаемый лис. Вот так. Вот это да. Как же он это делает? Так же, как мы ходим. Я тоже хочу летать. Сейчас же возвращайся. Мама, наверное, тебя уже ищет. А твоя шкура, кто ее будет сторожить? Ступай, ступай. Я за тебя посторожу. Будь спокоен. Ой, папа, возьми меня с собой. Да больше повторять не буду, ни слуху. Кругом. Ммм. На охоту захотел он. Да, он истинный потомок старого Вука. Ну и пусть, ну и пожалуйста. Обманщики, вот вы кто. Сами дали мне имя Вук, великий охотник. Как я стану великим, если мне не разрешают охотиться? А-а-а! Ой, чудо-юдо какое, живой камень. Он еще моргает. Вот за кем я стану охотиться. Как он странно ходит. Я тоже так попробую. Тогда он решит, что я такой же, как он. Странный зверь. Интересно узнать, он наш родственник или нет. Прыгает, как лягушка, а не похож. А-а-а! Ммм! Так это же лиса! Спасите! От меня не удерешь! Ага, вот ты куда нырнул, попрыгунчик. Запомню. Ну, я буду сидеть и ждать. Рано или поздно ты все равно оттуда вылезешь. И уж тогда я тебя съем. Ну, что вы так трясетесь? Вам же ничего не надо делать. Вы должны только кукарекать и все. За остальное отвечаю я. Ну, не просто кукарекать, а как можно громче. Простите, но если я буду громко кричать, лиса сразу услышит меня и прибежит. Нет, я не выдержу. У меня нет сил. Тяпнуть бы ворозочек сразу бы поумнел. Можете вы наконец понять своей куриной головой, что мы именно того и добиваемся, чтобы она пришла. Как? Вы хотите, чтобы эта злодейка меня съела? Такого глупца не мешало бы. Ну, и бестолковый. Что за вздор вы кудапчете? А для чего, по-вашему, здесь я? Отвечайте. Не знаете? Ха-ха! Естественно, так и думал. Так вот. Никто вас не съест, я вас буду охранять. Охранять вам нечего бояться. Хватит разговоров. Начинайте. Нет, нет, это какой-то писк никуда не годится. Мужественно, уверенно, по-хозяйски. Вы чувствуете себя в безопасности и ни о чем не подозреваете. Что не подозреваю? Что-нибудь случилось? А? Пока еще нет. Итак, наберите воздуха и орите во всю глотку. Ну, понятно. Третья побудка! Ха-ха-ха! Ха-а! Ну-у-у-у! Получается. Еще, еще, продолжайся. Ха-ха-ха! Какая колоссальная! Ах, мой Марсий, мой дорогой! Ах, какой голос! Я ж у тебя рассудок помутился от востурга. А помни, с какой стать он твой, пеструшка. Он наш, Марсий. А поет он, действительно... колоссальная! Почему вы опять замолчали? Кричите сейчас же! Ой, гребешок, указывай дорогу. Иду, иду. Потерпи немножко. В этом дворе я никогда не был. Надо быть начеку. Вдруг его охраняет какой-нибудь Бобик. Терпеть их не могу. Все они подлые слуги Гваткокожего. Родичьи называются. Позор! Идиот! Она уже близко. Спокойно, мама. Спокойно. А, вот вы что задумали. Подходящая компания трус и халуй. Бывалого лиса перехитрить решили? Все. Только без паники. Ну, рассказывайте, что там происходит. И я не знаю. Ну, и помощничка я себе нашел. Я разгадал твое коварство, изменник. Угнетатель свободных жверей. Уявился, мерзавец. Прощайся с жизнью. Ай! Хватай его, Бокур! Бери грязень в укладку проклятому! Никакой пощады! А, застрял ли за блюд разъявшийся? Стой, ручья! Гони! Только подотянуть! Это ручья! Ау! Ура! Ха-ха! Нюхай, нюхай на здоровье! Нос-то у тебя хорошая вот голова. Со смекалкой у вас всегда было неважно. Ничего не понимаю. Куда он мог исчезнуть? Я ясно слышал с плесками, но на этом месте. Ах! Вахур! Сюда, на помощь! Лиса унесла моего мужа. Нашего, нашего, дорогая. Все-таки он меня одурачил. Теперь я понял. Он не перешел ручей. И пока я его искал, он вернулся и сапал петуха. Новость! Вы слышали новость? Что случилось? Пройдоха Чак обвел вокруг носа нашего Вахура. Я очень рад, а то он стал таким важным. Подступиться невозможно. Ни с нами не здоровается. Так ему и надо, Зазнайки, не гордись. Нос отрастил, а чуть я нет. Грустная история. Ох, грустная! Горе нам, горе! Откалуска, где не зло моего дорогого мужа? О, моя честь! Пропало мое доброе имя. Ну, Чак, погоди. Ты мне еще попадешься. Клянусь жизнью хозяина, месть моя будет ужасна. О, зайчонок! Ой! Ой! Голодкокожий. И с ним его собака. Что же делать? Жалко бросать петуха. Чак! Вишь, как разволновался. Нет, шкура дороже. Спасайся, Чак! Что за чертовщина? Я же цыгался в зайца. Где ты его нашел, Фицка? О, да это петух тетушки Маре. Откукарекался, бедолага. Наверняка это про делки лицы. Попробуем ее догнать. Она не могла далеку уйти. Ищи, Фицка, ищи. Не хочешь вылезать и не надо? Мне больше ждать некогда. Я тебя все равно когда-нибудь подстерегу. Теперь я знаю, где твой дом. Ой, уже расцвело. Папа, наверное, с охоты вернулся. Попадет мне за то, что я его не послушался. И мама рассердится. Запах гладкокожего. Ой. Спрячусь. И здесь тоже. Неужели он увел их с собой? А может, они просто спят? Подожду, пока они не выйдут. Ну, почему же их так долго нет? Пусть мне попадет, только бы они пришли. Мне одному страшно. Ой, как много в ротах. Где же мама? Я голодный. Я есть хочу. Садиться. Какое у нее вкусное мясо. Вот бы мама обрадовалась такой добычей. Только она большая. Я один ее не дотащу. Я маленький, я устал. Я очень хочу есть. А они меня не ищут. Помогите Вуку. Одинокому лисенку. Эй, малыш, что ты пригорюнился? Ты чей? Я Вук, сын Чака. Я жду своих родителей, и мне хочется есть. Подойди ко мне, Вук, сын Чака. Как же тебе удалось спастись? Я не спасался. Я убежал в охоту без спроса. Еще ночью. Утром вернулся, а дома никого нет. Наверное, они все ушли к гладкокожему. Он еще успеет узнать правду. Твоя мама не может за тобой прийти. А я могу пойти к ней? Нет. Тебе лучше остаться здесь. Мама прислала меня. Я твой родственник. Меня зовут Карак. С этого дня ты будешь жить со мной. Ты хорошо ходишь? Конечно, я даже умею бегать. Меня только далеко не отпускают. А, вот и отлично, сынок. Тогда в путь. Увидишь, мы с тобой заживем на славу. Моя утка. Мы ее оставим. Конечно, утка. Что-то грохнуло, и она полетела вниз, вон туда. Это тебе показалось. Нет там никакой утки. Мой нос ее сразу бы почувствовал. Да нет, я видел. Я ее даже отсюда чую, потому что очень хочу есть. Хорошо, пошли проверим. Но если ты ошибся, я тебе уши надеру, чтобы не перечил старшим. А, молодец, чертен. Ну и нос у него. Действительно, он пошел в своего деда. Браво, маленький. Я тоже сразу чую запах утки, только не стал говорить тебе. Решил испытать твой нюх. Подожди, пойду посмотрю, где она. А, нашел. Вот она, голубушка. Однако, хороший кусок ты мне оставил. Ты не устал? Может, отдохнем? Нет. Тогда за мной, уже близко. А мне так трудно карабкаться. А как же легко? А вот так, чтобы голова была вниз. Она, наверное, у меня очень тяжелая. Ой, а дальше как? Я не умею летать. И не надо. Я тебе помогу. Ой, осторожно, шкуру испортишь. А мы не упадем? Ну что ты молчишь? Ой... Почему ты не отвечал? Потому что нес тебя. Если бы я открыл рот, ты тут же полетел бы в пропасть и разбился. А, я об этом и не подумал. Какой же я глупый. Карат, я очень глупый, да? Нет, ты не глупый. Просто ты еще многого не знаешь. Ну, вот мы и дома, Вук. Ой, Карат. Да, я тебя слушаю. Извини. Мне здесь ужасно нравится. Но у меня слипаются глаза, я хочу спать. Так в чем же дело? Ложись, отдыхай. Здесь ты в полной безопасности. В нашу пещеру никто не доберется. Ни проклятые псы, которые предали нас и теперь не дают нам житья. Ни глоткокожий хозяин. Ну, ложись. Отсыпайся. А у меня есть одно дельце. Какое? Ты идешь на охоту? Мисс любопытный. Возможно. А почему ты не спрашиваешь, что мне принести? Утку, гуся или петушка-гребешка? Папа всегда нас спрашивает, что вы хотите на завтрак. А? Ну и что ваше лесочетство изволит заказать, а? Петуха. И гуся тоже. И еще курицу. Ах, и курицу. Вот это аппетит. Ой, проказник. Ну, спи, спи. Ой, что это булькает? Как будто у кого-то в животе. Есть хочется ужас. Ну, это же у меня урчит. Ой, как хорошо. Кара, здесь так, здесь так. Здесь очень-очень хорошо. Ой, а как пахнет. Вкусно, вкусно. Я еще в жизни такого не видел. А ты видел? Проснись, сколько можно спать? Ну и, Соня же ты, вставай. У нас есть нечего, надо идти на охоту. Ах, тихо, Бук, тихо. Что ты трясишь, как сорвока. Конечно, мы обязательно пойдем на охоту. Но только не сейчас, а когда придет время. Для меня оно уже пришло. Я со вчерашнего дня ничего не ел. У меня живот подвело. Ты что, хочешь, чтобы я умер с голоду, да, Карак? Успокойся. Ах, скверная мальчишка. Ах, прежде всего, ты должен усвоить раз и навсегда, Бук. Когда светло, все лисы спят в своих норах. Отдыхают, набираются сил. И только ночью, когда наступает темнота, они идут охотиться. Запомнил? Да, Карак, запомнил. А если я не послушаю и пойду на охоту, когда мне захочется, прямо сейчас, днем, тогда, тогда я не настоящий лист, да? С чего ты взял настоящий? Не мучай себя всякими глупостями и мне голову не морочь. Эй, не хочешь спать, посиди тихонько. Или лучше займись чем-нибудь. Хорошо, я буду молчать. Что мне такое поделать? Вот если б сейчас была ночь, я бы... Ах! Эй, вы там! Чего раскричались? Я никуда не собираюсь. Мы лисы охотимся только ночью. Слушай, Карак, они не кусаются? Ах, кто кусается? Вот была Бога, дашь ты мне покой, наконец, или нет? Не бойся, у этих сместунов только голос грозный, а так они не страшные. Не обращай на них внимания. И все. Чтобы я больше не слышал ни звук, а то я в самом деле рассержусь. Хорошо. Извини, пожалуйста, Карак. Кто тут скребется? Я с тебя шкуру спучу, паршивец. Что? Ты мне говоришь, Карак? Извини, я не расслышал. Повтори, пожалуйста. Я сказал, прекрати или... Я сказал, ложись спать, мой девок. Баю-баюшки-баю, баю-баюшки-баю. Я никак не усну. Я уже выспался. Ах, ты противный. Ты нарочно ко мне пристаешь. Думаешь, раз ты летаешь, я тебя не поймаю? Я тебе покажу, как беспокоить лис, которые днем должны спать. Ах, как он их ест. Горько и пахнет плохо. Лети, лети. Мне совсем не жалко, что я тебя не поймал. Ты тоже невкусный. Ах, это же ползун. А ты зачем сюда ползешь? Вот я тебя съем, чтоб не мешал нам спать. Лисенок, я здесь. А-а-а. Бэ. Я тебя покажу, бэ. А-а-а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Карак, Карак. Болзун, я тебе этого не прощу. Поплатишься? Попадись только. Ой-ой-ой. Как же мне отсюда выбраться? Сам я обратно не залезу. Карак. Карак. Знаю, знаю. И еще рано. А, как же я не досмотрел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, Карак. Я разбудил тебя, ну, я случайно. Не оправдывайся, сынок, не в этом дело. А в чем? Главное, чтобы для тебя это послужило уроком, и ты понял, что лисы должны уметь переносить год. И не рисковать свои шкуры ради брюха, как бы им трудно не было. Ты это понял? Да, теперь понял, Карак. Я всегда буду тебя слушаться. Я всему научусь. И спать, когда светло, и голод долго терпеть. Только ты не сердись, я правда не нарушена. Хорошо? Скажи, что не сердишься. Пожалуйста. Нисколечко, нисколечко. Я ни капельки не сержусь на тебе, лу. И в знак того, что я говорю это чистое сердце, я возьму тебя с собой на охоту. Согласен? Конечно. Ура, я иду на охоту. Увидишь, мы столько притащим еды, что будем есть ее весь день. Берегитесь, гуси и утки, ползуны и попрыгончики. Мы идем на охоту. Тихо. Когда отправляешься на охоту, не следует кричать об этом всему свету. Соблюдай тишину. Тишина наш верный и надежный союзник. Она помогает нам добывать пищу, а пища это жизнь. Ты еще мал, и тебе трудно владеть своими чувствами, но я тебя научу. Да, Карак, научи меня. Я хочу уметь все-все. Ах, вольно. Проверим, как ты усвоил то, что я тебе говорил. Отвечай, сынок, кто лучший друг настоящего охотника? Настоящего охотника? То есть мой друг. Мой лучший друг. Конечно, ты. Стоп, стоп, не очень-то заносись. Извини, пожалуйста, я больше не буду. У хорошего охотника такого, как ты, Карак, и каким скоро стану я, правда стану? Правда, правда. Отвечай, наконец. Самый лучший друг охотника темнота. Правильно, Вук, отлично. Шагай. Карак, Карак. Ну, что тебе еще? Уже три. Что три? Какой ты непонятливый. Я выучил три правила. Первое, спать днем. Второе, терпеть голод. Третье, соблюдать тишину. Нет, 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 даже целых четыре. Еще темнота. Темнота бывает ночью, и она самый лучший друг охотника. Вот видишь, я уже все знаю. Вперед, побежали скорее. Стой, куда ты идешь, Вук? Как куда? Я иду с тобой на охоту. Ты не идешь, а несешься, сломя голову, а должен. Как ты должен идти? Осторожно, не слышно. Вот так смотри, лапы выбрасываешь вперед, опускаешь их легко, чтобы на земле не оставалось никаких следов. Скайфишь, плывешь, кранешься, словно тень. Так здорово. И правда, словно тень. Теперь попробуй ты. Ну что, получается. Хорошо, да? Я даже сам не слышу своих шагов. Опять ты хвастаешься. Ай-яй-яй. Я что-нибудь не то делаю. Слушай, Вук, давай сразу выясним, я тебя веду на охоту или ты меня? Конечно, ты меня, Карак. Тогда подними голову и поводи носом, нюхай ветер. Хорошо, я его уже нюхаю. А зачем ты его нюхаешь? Чтобы знать, есть он или нет. Я слежу, дует ли ветер. Не просто дует, а откуда. Вот что надо знать. Какие несет запахи, куда относит твой запах. Чтобы тот, за кем ты охотишься, не почуял тебя и не удрал. Пятая запахи. Что-что? Ну, спать днем, долго терпеть голод, соблюдать тишину, темнота, который наш самый лучший друг. А потом этот, как его ветер, откуда и куда дует. Пятый закон. Что еще? А, я чую вкусный запах. Я побежал. Сейчас я кого-нибудь поймаю. Парарам-папам, 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 парарам-папам. Ха-ха, ищи, ищи. Вот это обыча. Ай! Ти-и-и. Вот тебе и прам-парарам, детка. Не зря говорят, не зная броду, несусь в воду. Накололся, чудак. Лучше оставь его в покое. Правильно. Ежа запросто не возьмешь. Никогда. Как только он чувствует опасность, сразу сворачивается в колючий шарик и подступиться к нему невозможно. А, умница, знаешь. А если схватить его за нос? Как это, как это? Такой лакомый кусочек, сам в рот просится, сидит себе и даже не удирает. Шутник, хочешь отведать? Попробуй. Тебе малые голы, которые ты насажал в нос, да? А мне совсем и не больно. Жалко, мы заняты, а то я бы с тобой поговорил, злечка-колючка. Трам-парарам, прыгкий какой, нос не дорос. Трам-парарам. Трам-парарам, прыгай за меня. Не кричи, всю охоту испортишь и лапами не топай, двигайся, как можно тише. Да-да, Карак, прости меня, я забыл. Твои уши должны улавливать не то, что звук, вздох. Они обязательно уловят, я буду очень стараться. Ну, хорошо, в путь. Я, кажется, тоже проголодался. Чуешь, чуешь, тут кто-то есть. Вон, там, на дереве. А, это Мяу, дикая кошка. Она убежала из деревни и теперь считает себя воином-зверем. Не трогай ее, у нее вкусное мясо, но очень опасны когти. Я однажды видел лису, у которой нет одного глаза. Это Мяу изуродов. Наверное, ищет гнездо. Она живет в нем? Нет, птичье гнездо. Хочет его ограбить или выслеживает мышей. Они живут под корнями деревьев. А, Рыжик, притаился, караулишь? Видно, ты ни разу еще не встречался с киской, маленькой дурачок. Что ж, сделай отражение, полюбуйся на меня, особенно на мои когти. Все-таки ты ее спугнул, так я и знал. А почему? Я же подкрался, как тень. Да потому что она увидела твои глаза. Они сверкают, как звезды. Что я могу сделать? Они сверкают сами по себе. Я не хочу, а они сверкают. Можем спокойно уходить. Бесполезно ждать, пока Мяу слезет с дерева. Теперь она просидит там до самого утра. Всегда, когда чувствуешь, что добыча близко, нужно сразу зажмуривать глаза. Вот еще. А как же я буду охотиться, ничего не видя? А, твоим зрением должен быть нюх. Светящиеся глаза обязательно заметят. И тогда ты рискуешь остаться без еды. А если не будет еды... Ой, нет, что ты? Не говори так. Ты ослабеешь, и тебя каждый сможет победить. Даже цыпленок. Я не хочу быть слабым. Здесь осторожно. Хорошо. Ай! Не огорчайся. Когда чему-нибудь учишься, всегда поначалу шишки набиваешь. Что это? Какой страшный! Смотри, у него тоже глаза светятся. И прямо на меня. Ух! Ух! Каракон меня не тронет. Кто это? Ух! Как я наелся! Это филин. Его зовут Ух. Ты слышал, что он сказал? Ой, как я наелся! У него сверкают глаза, он громко ухает и все равно сыт. А мы и крадемся, как тени, и тишину соблюдаем, и темнота с нами наш лучший друг. Но мы с тобой до сих пор голодные. Может, он смеется над нами. Вот давай и съедим его. Стоило бы, да не хочется аппетит перебивать. К тому же он нам сегодня не соперник. Видишь, как брюхо набил. Вот если не найдем ничего лучшего... Так что? ...осиплем его. Очень остроумно. За такие шутки легко и схлопотать. Ох! Ох, Альники! Вы вообще-то с ним лучше не связываться. У него острые когти и крепкий клюв. Хо-хо-хо-хо-хо! Ну, нас же двое, а он один. Хватит разговоров. Вперед, малыш! Рассвет скоро. Эй, пас только не доставало. Подняли грохот на весь лес. Всю живность распугали. Вот невезение. Придется идти на озеро в кабыше и охотиться. На этих, на лягушек. Маленькие, на зубок, но все-таки пища. Бабушка, пусть хоть самая малюсенькая, чем ничего. Чуешь, Карл, какие странные запахи? Не странные, а страшные. Это запахи гладкокожего. Вон на горке его дом. Он там живет. Никогда не подходи к нему близко. Обходи десятой дорогой. Это самое главное правило. Еще главнее, чем откуда дует ветер. Да, и не забывай о нем ни на миг, если хочешь в живых остаться. Значит, они не ушли. И папа, и мама, и все наши. Они никогда не вернутся. Он убил их? Да, Вук, убил. А ты подходил к его дому? Нет, ни разу. Никто из породы лист не ходит туда. Псы и огненная палка охраняют гладкокожего, потому что он плохо видит и плохо слышит, но при этом считает, что все на свете принадлежит ему. Ну, гладкокожий убийца. Берегись. Вот я вырасту и стану настоящим охотником. Уж я-то с тобой рассчитаюсь. Принимайся за дело, сынок, а я отдохну. И заодно посмотрю, что у тебя получается. Ага! Осторожнее, если что-нибудь случится, кричи, я здесь. Меня не любишь ты, ну что ж, зато тебя люблю я. Меня не любишь, но люблю я. Так берегись, люби. Ой, ой, берегись, берегись. Спасите, спасите, не добегу, не добегу. Спасите, 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 спасите. Уткой пахнет. Фу, кажется, пронесло. Меня не любишь ты, но что ж, зато тебя люблю я. Что-то моего кормиться долго нет. Запропастился куда-то. Так, Арак, завтракать видно не придется, обидно. Хлебну я еще горе с этим шустрым мальчишкой. Пока уму-разуму научу. Но ничего. Зато вырастет. Будет мне утешением на старости лет. Здоровенная. Маленький Вук поймал большую утку, вот Карак обрадуется. Эй, Огрызок, что ты здесь делаешь? Кто ты такой? А тебе что? Иди своей дорогой. Это моя территория, я здесь хозяин. Кто тебе разрешил охотиться? Я, да, я... Не заикайся, быстро отвечай. Кто ты чей? Вук. Я Вук, сын Чака. И утку я тебе не отдам, она моя. Я сам ее поймал, понятно? Это моя добыча. Ах ты, паршивый Огрызок, ты еще огрызаешься. Ну, убирайся отсюда, пока я тебя не прихлопнул и шкуру с тебя не собрал. Пошел вон. Карак. Карак? Да, тебя зовут Вук. Я не ослышался, дитя мое. Значит, ты внук знаменитого старика Вука и сын Чака. Ты и есть тот самый маленький Вук. Да. Ну, конечно, ты сиротка Вук, воспитанник мудрого Карака. Ах, Карак, чудесный лис. Это он научил тебя охотиться, не так ли? Да. Сразу видно. Продолжай, это ваш участок охоты. Я просто пошутил, не обижается на меня. Правда? Хорошо. До свидания. До свидания. Передай Караку мое почтение и скажи, что на днях я обязательно его навещу. Катись, катись, разбойник без хвоста. Чтоб духу твоего не было. Ты бы его не пожалел, если б не учуял, что я здесь, не гоняй. Чёртов Карак, старый безмозглый святоша. Чтоб тебе вороны глаза выклевали, а? Выскочка. Чтоб тебя черви сожрали. Рыжие бельстия. Тупица самодовольная. Воображала. Курает. Махал. Ненавижу. Ты оказался гораздо смелее, чем я думал, сынок. Улису добычу отбил. Но это наша утка. Я её поймал. Тем более молодец. Ну, раз улов твой, ты и дели. Суловище я отдаю тебе, а остальное мне. Ты хочешь взять себе голову? Ты же сам сказал, разделил. Вот я и разделил. Ладно, ладно, маленький лук. Я уступаю тебе туловищу. Так будет справедливее. Но когда ты станешь знаменитым, не забывай тогда о своём старом Караке. Я и сейчас не забыл о тебе, правда? Истинное право, сынок. Не забыл. Наступило лето. Всё живое, что весной появилось на свет и очнулось от сна, под жарким летним солнцем расцвело и созрело. Маленький лук вырос, стал сильным и опытным лисом. Вместе с Караком он бродил по лесам, щедро усыпанным грибами и спелыми ягодами, по лугам, напоённым запахом сена. Смотри, Фицко. Ласточки беспокоятся. Наверное, их вспугнула леса. Ничего, завтра в поле начнётся уборка, и мы тут как тут поохотимся. Маленький лук вырос, как ты находишь наше летнее новое жилище. Надеюсь, оно тебе нравится, а? Будь спокоен. Гладкокожий нас здесь не найдёт. Потрясающе, Бунгалов. Признаться, я давно уже мечтал выбраться из нашей пещеры. Проклятые блохи не давали мне там ни сна, ни отдыха. Ой, 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 ой. Ты куда, Вук? Вернись. Почему ты не спишь? Дядечка, я хочу обижать кругом это поле. Если ты, конечно, ничего не имеешь против. Я ещё плохо знаю нашу территорию. Ладно, ступай. Только, пожалуйста, осторожно. Ни в коем случае не подходи к дому этого гладкокожего. Не забывай, что у него есть огненная фалка. Ну, ты слышишь, что я тебе говорю? Ну, конечно, слышу. К дому гладкокожего не подходить, далеко не бегать. Не волнуйся, я уже не маленький. Я буду очень осторожен. Синичка, крошка моя дорогая, птичка золотая, как я рад тебя видеть. Зачем так торопиться, сокровище моё? Дядя Ворон всё равно тебя догонит. Ах, какая невоспитанность. Кто же так встречает старого друга? Не ожидал от тебя, девочка. К чему эта суета, беготня, нервотрёпка, когда конец один? Я так давно мечтал с тобой повитаться. Ждал, тосковал. Неужели ты думаешь, что теперь я тебя выпущу из своих лапок? Ненаглядная моя. Стой, глупышка. Я проглотил тебя одним матом, ты даже не почувствуешь. Конечно, не почувствуешь, мой дорогой вора. Мы, как не стыдно, пусти, нападать на беззащитных... Убийца, гнусное отродье, курократ проклятый. Вырвал из моего хвоста самые лучшие перья. Тебе это так не пройдёт. Я натравлю всех собак, всех и охотников тоже. Ты очень пожалеешь об этом. Пожалеешь, пожалеешь. О, так вот он какой. Этот знаменитый дом гладкокожего, которого так боится мой старый добрый Карак. Если бы он только знал, чудак, какие разносолы здесь ждут голодного лиса. Наивный. Думают, её кормят до отвала от большой любви. О! Как ты сюда попала? Я... Всё ясно? Гладкокожему продалась? Нет. Не ври, я тебя насквозь вижу. Променяла свободную жизнь, риск, опасности на охоте, на жалкую подачку. Не кричи на меня. Пожалуйста. Я не виновата. Меня принесли сюда насильно. Давно. Когда я была маленькой. И ты смирилась. Нужно было сделать подкоп, перегрызть прутья, освободиться. Я пыталась. Пока прути на моей клетке были деревянные, а потом гладкокожие сделала железные. Ах, бедняжка. Не бросай меня. Не уходи. Прошу тебя. Я так давно мечтала увидеть кого-нибудь из своих. Побудь здесь. Не могу. Меня ждёт дядя Карак. Он будет беспокоиться, что я... Не бросай меня. Теперь, когда ты пришёл, я не смогу остаться одна. Сделаем так. Сейчас я уйду, а когда стемнеет, мы придём к дяде Караком. Я ему всё расскажу. И он обязательно что-нибудь придумает. Ты не обманешь? Поклянись мне, что вечером придёшь. Клянусь, вот увидишь, старик нам поможет. Он умный. Страсть какой умный. Мы тебя освободим. Покук, писка. Ко мне быстро. Бегом в дом, а то простудитесь. Ах, промокли. Ну и погодка. А ты куда резешь? А ну марш на место. На место, я сказал. Думаешь, я за тебя буду дом сторожить? Пошёл, Вон. Видал, как они перед Гладкокожим стелятся, иуды? Что ты, командор не такой. Он, конечно, ненормальный, ради своего хозяина готов пожертвовать с собой, но лизать чьи-то подметки? Нет, никогда. Гладкокожему, видно, плевать на его преданность. Вот если бы он умел льстить, тогда бы он не остался под дождем и нам не мешал. То, что мы делаем, чистое безумие. Мы можем поплатиться за это своей шкурой. Ты, кажется, струсил, милый дядюшка. Ага, а как ты думал? Ни один нормальный лис по доброй воле никогда не подойдет к этому страшному месту. Но я обещал ей, я поклялся, Карак. Поклялся, а я отдуваюсь, ломаю голову, мокну под дождем, да еще и жизнью рискую. Учти, я иду на это только ради тебя, Вук. Ты настоящий друг, ты тоже учти, Карак. Любая добыча, которую я поймаю, она и твоя. И так будет всегда, даже когда ты постареешь. Нашему брату до старости нужно еще суметь дожить. Наконец-то, а я вас не видела. Но давно почуяла, что вы где-то здесь. Это дядя Карак. Карак, будь добр, притворись на пару минут глухим. Карак самый храбрый, самый мудрый лис. Дороже и ближе его у меня никого нет. Я у него всему научился. А тебя как зовут? Ты ведь до сих пор не сказал? Довольно любезничать. Потом познакомитесь. Сейчас быстро за дело. Мы должны управиться, пока буря не стихла. Дай на страже. В случае опасности дашь знак. Ты копай изнутри. Начали. Копай. А, проклятие, потише, дочка, потише. От тебя больше шубы, чем огрома на небе. Не получается. У меня когти заскальзывают. Вот что значит вырасти в неволе. Скреби за всех сил. Ух, смени меня. Я, пожалуй, немного отдохнул. Земля мокрая, тяжело. Ой, беда. Карак. Что такое? Дальше копать нельзя. Заделано наглухо. Так что же? Вы меня бросите? Карак. Ну что ты стоишь? Придумай что-нибудь. Мы должны спасти ее. Должны. Может, перегрызть прутья. Не сходи с ума. Это невозможно. Они очень крепкие. Мы только сломаем зубы. Сломаем, сломаем. Нашел. Ай, ты молотина, Вук. Раз по-другому не получается, нужно сломать клетку. Стой, Вук. Куда тебя понесло, бешеный? Что ты собираешься делать? Помоги, быстро. А ты отойди подальше, в угол. Ага, хорошо. Осторожно, Карак. Поехала. Ух ты, как громыхнула. Прямо над головой. Ты испугали? Тихо. Успокойтесь. Эта гроза скоро пройдет. Хватит. Продушевай. Вы для меня такое сделали. Я даже не знаю, как мне выразить, как вас. Я вам очень, очень благодарна. Вука, благодари его одного. Он у меня такой. Вук, теперь ты заткни уши на пару минут. Скажу тебе по секрету. Давно уже в нашей округе не рождалось такого умного, хорошего лиса, как этот юноша. Можешь мне поверить. Верю. Я сама в этом убедилась. Ну и, конечно же, мое чуткое воспитание. Не слушай его, он шутит. Ты, наверное, устала. Тебе не мешало бы отдохнуть. Ты будешь жить с нами, согласна? Угу. Карак, ты не возражаешь? Несколько, мой мальчик. Втроем нам будет только веселее, да. Ладно, детки, действительно пора спать. Это тот, что мы с вами заслужили. Ну и ночка выдалась сегодня. Приятных снов. И вам тоже. Большое спасибо за все, Карл. И тебе, Вук. Я никогда этого не забуду. Они могут бежать только сюда, к лесу. Больше некуда. Финска, Вакур. Внимание. Что это? М-м-м. Выяснять уже некогда. Здесь оставаться нельзя. Будем прорываться к лесу. Приготовились. Карак, а вдруг там опасность? У нас нет другого выхода. Действуем так. Бежим во весь дух. Они все сразу, а через интервал. Тогда есть надежда спастись. Скорее, я боюсь. Стойте. Я разглядываю. Вук, не змей. А-а-а. Вот так засуетился остроухий. Правильно, бежим. Правильно. Так, так. Молодец. Сегодня я роскошно пообедаю. Э-э-э. Куда? Куда? Назад. Мой отец. Улеснул негодник. Ах, как жаль. Как жаль. Улеса ждет гладкокожий с собаками. Нужно бежать к дороге. Нет, ни за что, Вук. Оттуда приближается шум. Это конец. Карак, я знаю, ты старше и умнее. Но сейчас послушай меня. Умоляю. Только один разочек. Я чувствую, что там можно проскочить. Со мной. Удирают из-под самого носа, а охотник стоит. Смотри, лиса. О, что так три? Эх, ружья нет. Окружай. Осторожно. Они здорово кусаются. Оттуда. Держи, держи. Держи. Сюда, сюда, господин охотник, господин главный охотник. Сюда. Стреляйте скорее. Что вы ждете? Они убегают. Они вас обманули. Ненормальные какие-то лисы. В обратную сторону побежали. Эх ты, Россиня. Недаром мудрые вороны говорят. На хорошего охотника зверь сам бежит. А у плохого вечно ружье. И на ваше. А, меня-то зачем? Хе-хе-хе. Очень хорошо. Здесь они нас не заметят. А мы их сразу увидим. Я так и знал. С некоторых пор мне все время не давало покоя предчувствие беды. Нет, троим нам отсюда живыми не выбраться. Карак, не надо отчаиваться. Я уверен, еще не все потеряно. Пока мы все вместе, нам не так страшно. А значит, и бороться легче. Ой, знаешь, что я придумал? Мы должны притаиться. Лежать тихо-тихо. Тогда они пройдут мимо и не найдут нас. Сюда, сюда. Где они? А здесь, где-то в кустах. Заходи с той стороны. Вперед, встретимся у пещеры. Нет, Карак. Будь ты проклят. Убили. Зачем он выскочил? Карак. Нет, нет. Не волнуйся. Он успел прыгнуть вниз. Ложись. Не двигайся. Попал. Убил на повал. Больше не будет моих кур воровать. Как же его достать оттуда? А зачем? Стоит ли ноги сломать из этой падали? Пусть им вороны полаканы. И то верно. А, это вы, дети. Ну что, все в порядке? Да, да. Не беспокойся. В порядке. Вот какой же и тебя тяжело ранил. Да уж не пожалел. Постарался как мог. Ничего. Скоро заживет. Что-то я сегодня очень устал, Вук. Зачем ты это сделал, Карак? Как же иначе, сынок? На моем месте ты поступил бы точно так же. Я хорошо знаю гладкокожих, а недотошный. Если бы я не отвлек их внимание, они бы нашли нас, и мы погибли бы все трое. А вы молодые, вам умирать рано. Ваша жизнь только начинается. Нет, Карак, ты тоже... Оставь, Вук, помолчи. Тяжело дышать. Эх, гладкокожий. Думает, если он разделался с Караком, то ему больше не о чем беспокоиться. Он забыл, что у меня есть вы. А значит, не конец. Значит, порода лис не уничтожена. Идите в пещеру, Вук. Живите... Там она просторная и безопасная. Карак, Карак! Карак ушел от нас навсегда. Ах, ненавистный, гладкокожий. Я его... Идем, Вук. Карак хотел, чтобы мы жили в его пещере. О, ты, Светила! Как ты могла это допустить? Не надо так убиваться. Клянусь своей жизнью. Я жестоко отомщу гладкокожему. Ты будешь этому свидетелем. Теперь идем, дорогая. Идем. Сюда! У меня свеженькие новости. Рассказывай, рассказывай скорее. Ну, ну не тяни за хвост, Дим. Опять этот бандит Вук. Что-нибудь в доме охотника, да? Представляете, Вук в который раз оставил в дураках нашего задаваку вахура. Ну, парень, чистый дьявол. Что же он на этот раз учитывается стимул? Лаковый кусочек лысой курицы. Он уволок его из курятника прямо на глазах нашего изумленного коллеги. Третьего дня он унес лучших несушек, а сегодня пришел черед этой полуобнаженной курицы. Скоро он унесет из дома самого охотника. Вахур гонял его до самого рассвета, но потом выяснилось, что это не Вук. А кто же? Хозяин не иначе. Может, хозяин, а может и фицка. Короче говоря, он Вука с кем-то перепутал. Ой, сдохнул от смеха. Но это еще не все. Пока Вахур ловил фицка вместо лиса, Вук спокойненько хозяйничал на птичьем дворе и свистнул еще трех аппетитненьких уточек. Да, здравствует Вахур, припорный поставщик Вука. Какой стыд, какой позор. Ой, я этого не переживу. Что это собаки так разбрехались, как взбесились? Принесешь ты мне корзинку с яичками или нет? Ну, не сунь, не сунь, шуми. Сто раз тебе говорить. Могла бы и сама взять. Ты сюда добрался. Как же он пролез. Ой, негодяй. Подлец, ничего от него не спрячешь. Господи, почему так тихо? Неужели он и там поработал, чтобы твою рыжую шкуру блохи сожрали, чтобы ты подавился моей птицей? Ой, если б я знал, если б я знал, я мерзавец. Ну, если посмотрим. Ах, лысуху унес. Последнюю паршивенькую курицу. И уток тоже. И двух кусаков. Мою гордость, мою надежду. Ну, у меня уже был на них покупатель. Дорогой коллега, слышите? Вы не знаете, что тут происходит? Что за шум? Как я могу знать, если я был с вами? Ну, думаю, что это из-за нас. Ох, вся округа давно уже шумит. Шумит, а наша эта икаль. Как я, черт? Ну, что мы с вами? Что вы с нами? Умственно неценные. Глупые, как трубки, выражаясь по-нашему. Говорят, говорят, ну и пусть говорят. А мы ничего не видим и ничего не слышим. Пошли давай. Мы с тобой живем не ту же. И песенки поем. Га-га-га. Их, хорошо. В краю рододом. Их, мы вместе ложим. А, родные мои, живы. Ах, силы небесные, да вы в трепеске пьяны. У виноградной тавильны были. Браги надрались, сироты проклятые. Благодарите Бога, а то поневиновать бы вам лисьих челюсти. Горе моё. Давайте, внизу. Красота, красота. А ваш ладошка, азатка, да. Слушай, слушай, Гаспар, а мне это даже нравится, что я не сам иду. Махур, физка. Ковни. Вот что, бездельники. У меня остались только эти два гуся. Если с них упадет хоть одно перо... Мы так нюх потеряем. Охраняй тут всяких вонючих за булдык. От них за версту несят перегаром. Алкоголики. Ну, в общем, если с ними что-нибудь случится, я из ваших шкур сделаю прикроватные коврики. Я вас предупредил. Вот какие мы важные персоны, уважаемый коллега. Да, мы персоны. Они сопровождающие нас, как морды. И пусть исполняют свои оказанности. А собачьим собачья, а гусям гусячья. Не спеть ли нам, дорогой коллега. Летят утки, летят утки, и два гуся. Прекрасных гуся. Великолепных гуся. Я первый. А он второй. Прекратить. Вы находитесь под арестом. Я попрошу вас держаться от громких выступлений. Хулиганы. Громко нельзя. Можем потихоньку. И чтоб никто не догадался. И чтоб никто не догадался. Молчать. Молчу. Молчу. Какое унижение. Да. Стыд и позор. Я охотничья собака, до чего докатился. Гусей пасу. Не обращаю внимания. Они ругаются, потому что завидуют нам. Какая старушка. Темнота. Перепить не могу необразованности. Нахалы, невоспитанные грубияны. Никаких мер приличного хождения. Знак протеста предлагаю стремнуть. Ты поголодаешься. Какая парушка-пай-пай. Махур, я чую лису. Тихо. Не ты один. Я тоже. Следи за гусями. Осмелюсь доложить тут и это. Сам вижу свежая косточка. Не трогать. Смотри, внизу кто-то есть. Пол двигает. Гад какой-то подшутить решил. Узнать бы, кто это. Хм, слышишь, теперь наверху, по чердаку ходит. Чур, меня прямо на вождение какое-то. Перестань причитать и бдительно охраняй то, что тебе поручено. Он только того и добивается. Отплечь нас. Опять какой-то подозрительный шорох. Как будто что-то треснуло. Слава богу, оба арестанта на месте. Нас не проведешь. Мы свое дело знаем. О, а куда фицка делся? Осмелюсь доложить, я здесь на боевом посту. Если я правильно оцениваю ситуацию, для нас сейчас самое время смотаться и подыскать другую работу. Я думаю, чем скорее, тем лучше. Перспектива стать прикроватным ковриком меня не прельщает. Меня тоже. Вперед! За мной! Потрясающая новость. Правда, что случилось? Вакур сбежал с места работы вместе с Фицко. Какой кошмар! Он ведь не так стар. Сколько ему оставалось до пенсии? Не знаю, какая разница. После истории с гусями ему все равно работы не найти. Какой скандал. А мне их, честно сказать, жалко. Что они теперь будут делать? Бедняжки. Печальный случай, печальный. В таком возрасте стать бродячей собакой. Это, знаете ли, и врагу не пожелаешь. Герои на муке прокололись. Анекдот! Ха-ха-ха-ха. Ну, троглотит. Эти гуси тебе поперек горла станут. Поймал что-нибудь? Да, улитку. Я и не знал, что тебе нравится французская кухня. А ты что? Лягушку нашел, но она ускакала. Не расстраивайся, наша кухня лучше. Идем на озеро, вдруг повезет. Найдем там гнездо дикой утки. Прекрасная идея. У тебя светлая голова. Жареное мясо. Нет, нет, и думать не смей. Если мясо жареное, оно принадлежит человеку. Трогать нельзя. В каждом правиле в себя существует исключение. Слушай приказ. Объявляю на 10 минут особое положение. Налетай! Ра-а-а-а! Попался куманек! Это вы? Растяты. Куда вы полезли? Слепые что ли? А-а-а! Черт! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! А-а-а! КОНЕЦ 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 Ты что делаешь, азорник, а? Ах, сильный какой! Бойкий парень! Он больше всех на тебя похож! Нам здесь будет хорошо! Конечно! Помнишь, что сказал Карра, когда оставил нам пещеру? Она надежная! И просторная! А нам как раз и нужна просторная! Правда, Вук? Да! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ